Еще в надежде, что на ней вы докажете все быстрее. В любом случае я должен нарисовать одну медиану и другую медиану. Это в любом случае. Здесь равные отрезки, здесь равные. Подсказка такая. Провести здесь отрезок. Подумайте, почему это помогает доказать, почему это помогает доказать, что если вот здесь вот у меня медиана БЮ, то БМ в два раза отличается от УМ. Другая картинка выглядит вот как. Те же самые две медианы и вот так вот. Вот она, теорема о средней линии треугольника. Итак, пожалуйста, проанализируйте эти две картинки и поймите, что медиана обязательно делит другую в отношении два к одному. В общем, господа, то, что сейчас, господа, музыку занятия, это не худшее, что в моей жизни было. Есть еще любимое замечание такое. Вокруг главного здания университета в конце апреля и в мае, я не знаю, будет ли это в этом году или нет, но очень много лет подряд проводились гонки на автомобилях. В результате, представьте себе, приходишь, занимаешься. Закрытые окна, вот, а, как они называются, карты? Вот такие плоские, там четыре колеса, такая рама, лежащий человек и двигатель мощный. Вот, и с чудовищным рёгом они носились вокруг главного здания до смотровой площадки и назад. Вот, и там столько что-то сказал, и очередной... Все мои слова слышны, а там иногда заглушало. Да, на них катаются. Вот этот отрезок, в нем средняя линия. Все видят? Значит, этот отрезок в два раза меньше, чем он здесь. Да. Замечательно. Пройдетесь в какой-то? Э, ничего не входит. Ты тоже не разобрался. Сейчас. Вышел помочь народу, оказалось, что сам такой же. Не вспомнишь. Чуть-чуть вам не трясовал. Здесь надо вот так сделать. Здесь надо вот этот отрезочек разделить пополам и провести еще вот так. Так, кстати, я сходу. Значит, эти два отрезка что? Равны. Равны. Давайте здесь напишем. Х, и они равны по длине. У нас же была медиана, поэтому здесь сколько? Два х. Здесь два х. А если я здесь провел среднюю линию, значит, здесь сколько? Значит, здесь у нас х, и здесь тоже х. Отлично. А теперь, господа, посмотрите, внимание. Х, икс, икс. Их. 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 Значит, эти отрезки тоже равны. Их. А, ну да. Народ, поймите, пожалуйста, есть такой факт. Любители еврейских фамилий говорят, что это теорема фалеса. Если у вас на каком-то отрезке отложены подряд три равных отрезка. Кстати, не обязательно три. Может быть два, может быть пять. Не важно. Просто отложены какие-то равные отрезки. И через них проведены что? Линии. Параллельные линии. А у нас на каком-то отрезке параллельные. Согласны? Да. И это пересечено с совершенно произвольной прямой. То там что? Равные. Кстати, не обязательно было через вершину проходить могло. И так проехать могло через вершину проехать. Не важно. Вот тут отрезки будут обязательно равны. Как это доказывается? А при помощи нашей сегодняшней науки. Как называются фигуры, которые я здесь рисую? Параллелограммы, конечно. А у параллелограммы в противоположной стороны что? Равные. Равные. А теперь догадайтесь, каким свойством обладают вот эти вот все три треугольника. А почему? По стороне и двум углам. По стороне и двум углам. По стороне и двум углам, стороне и двум углам. Все одинаково с любой. И в реха, л, икс. Заштрихованная фигура параллелограмма. То есть когда у меня нарисованы медианы, я могу взять и нарисовать параллелограмму. У параллелограмма диагонали вот так вот, да? Замечательно. Замечательно. Мх равно Мк, yм равно Мк. Отлично. Если вы мне сейчас объясните, почему вот эти отрезки равны, то все будет сделано. Да. Чем является отрезок x, y вот в этом треугольнике? Отрезок x, y это половина отрезка АВ. Понятно? Да. Замечательно. Значит, параллелограмма стороны равны. Значит, это что? Это половина. А значит, здесь у нас что? Тоже средний вид, тоже плюс. Все понимают, что если медиана бьет другую в отношении 2 к 1, то если взять медиану другую еще, то там будет тоже 2 к 1, и значит все они пройдут через одну точку. Правильно? Да. Отлично. Значит, когда я рисую медианы, то на самом деле не обязательно пройдут через одну точку. Кстати, как называется эта точка? Центр тяжести. Дело в том, что если поместить равные грузики в вершину, то центр тяжести вот этих двух грузиков окажется вот здесь. По правилу рычага, центр тяжести вот этих двух грузиков окажется здесь. Вот эта точка, это центр тяжести, если в вершину треугольника поместить равные значительные массы. Замечательно. А теперь внимание. Ребята, я возьму вот этот отрезок и разделю пополам. Все понимают, что тогда эти три отрезка равны. Я возьму вот этот отрезок, тоже будут все три отрезка. Наконец, я вот этот отрезок, здесь тоже будут три равных отрезков. А дальше я соединю вот так. Пожалуйста, посмотрите и ответьте на такой вопрос. На этой картинке шестиугольник состоит из треугольников каких-либо? Давайте типом треугольника называть список длин его сторон. Так вот, скажите мне, пожалуйста, если взять и посмотреть на длинные сторон, то как это все будет? Да? Это системой, то есть системой содержит в себе шесть победных круглых. Ответ не верен. Три типа. Три типа ответа не верен. У нас требуется нарисовать красивый-прекрасивый, точно-приточно. Там, в середину взять точно по линейке или там даже в случае. Сделайте точно и красиво. И проверить, посмотреть. Потому что результат будет довольно неожиданным. Противоположные равны, это правда, по углу и двум сторонам. Конечно. Вот эти стороны равны. Так что, казалось бы, три типа. А вот на самом деле неправда, и не третий. Мы ценим на среднем линии треугольника, этого хрена, я закрываю этому. Так, давайте посмотрим, к какому треугольнику мы меняем. Вот этому. Вот переверший весь треугольник. У него есть средняя линия. Равна половине стороны. Все, отмечаешь. Вот такой штучкой отмечаешь. У этого шестиугольника есть такая сторона. Дальше смотришь. Так, дальше рассмотрим этот треугольник. Уже рассмотрел. А почему? Это на среднем, которая половина есть в стороне. А, другую среднюю линию. Да, да, да. У того же самого треугольника есть еще и вот такая средняя линия. Отлично, ставишь. Дальше давайте следим. Если рассмотрим этот треугольник. Какой треугольник? Вот этот. Да. Эта средняя линия вот в этом треугольнике. Да, вот. Нарисуйте себе, посмотрите. Оказывается... Тот же самый треугольник, только другую среднюю линию. Да, да. И, наконец... А этот, ну, один тип треугольник. Все увидели? Одна палочка, две палочки и... И немножко. Оказывается, что этот шестиугольник состоит из шести конкурентных треугольников. Он или иди? Да. Вот. Между прочим, ребята, я вам в секрету скажу, что это значит, что у них у всех площади что? Равные. Площади равные. И еще добавлю, что вообще-то, когда у вас проведена медиана, это такая общая известная вещь, когда у вас в любом треугольнике проведена медиана, то, смотрите-ка, можно это дорисовать только килограмм, а тогда вот эти вот треугольники равны, и вот эти вот тоже равны. Значит, медиана. Значит, медиана делит площадь что? Значит, эти две площади тоже равны. Все треугольники, которые есть на этой картинке одной и той же площади. Все, вот их здесь есть 12 штук, они все одной и той же площади. При этом шесть центральных не просто одной и той же площади, а они просто конкурентны. Все понятно? Да. Все.